МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие деситы! Добрый вечер! В эфире Медиаинформ, вечерние программы 737-7310. Как обычно, наш телефон прямой в студии. Звоните, задавайте вопросы, говорить будем о том, что происходит у нас в Одессе в политическом плане, поскольку выборы уже начались. Тем не менее, мой сегодняшний гость Юрий Дьяченко, который является главой городской организации партии Демократический Альянс, и здесь занимается, сейчас будет говорить с нами о том, что такое организация антикоррупционного офиса. Здравствуйте, Юрий! Очень приятно видеть вас на вашей студии. Давайте начнем все-таки с офиса. Офис — это структурное понятие, а у вас это вроде бы некая функция. Ну, это общественная организация. Мы, ну, конечно, она занимается антикоррупционной деятельностью, это мониторингом, допустим, заседаний комиссии городского совета, допустим, проведенных тендеров, допустим, насколько качественно были проведены те или иные ремонты. Вот была составлена карта, так же самая антикоррупционная карта ремонтив, по которой можно, допустим, посмотреть на том или ином объекте, сколько было потрачено денег. Можно посмотреть, много ли людей это смотрит. Как вы доводите до сведения общественности вот свои результаты? Ну, естественно, через СМИ. Которые вас не любят и не публикуют. Через публикации и через непосредственное общение. Так же самое еще проводятся тренинги, обучение, как и для журналистов, как и для просто активных людей. Опять же, давайте конкретно. Сколько тренингов и с кем провели? Ну, я не глава все-таки этой организации, я больше представитель. Тем не менее, порядок цифры вам известен? Ну, ежегодно, как минимум, мы проводим несколько таких, не имеется в виду там однодневные, да, а это как именно вот программы, да, обучение, в которых у нас регулярно вот одесские представители, в том числе СМИ, принимают участие. Для того, чтобы качественнее, допустим, писать те же самые сюжеты либо материалы, потому что кому больше всего интересно на самом деле расследовать коррупцию, да, вот в договорах, тендерах, в публичных закупках. Тем, кто еще не сделал свои выборы в грядущей избирательной кампании. Ну, к сожалению, все равно нас больше интересуются этим не обычные избиратели, а больше все-таки общественные. А народные мстители, да? Да, да, общественные активисты и журналисты. Соответственно, вот мы таким занимаемся. Последние проекты, вот чем мы занимались, ну, что мы исследовали, это общественный бюджет, насколько качественно, в принципе, вот он был выполнен, допустим, с предыдущего года. Там где-то только четверть, на самом деле, было реализовано проектов. Часть из них, в принципе, даже наполовину не было. Каждый проект реализован. Там были в 10 раз завышенные суммы, несмотря на, ну, суммы уже. Но это уже подсудное дело. Да. Вопрос в том, что, вы знаете, как у нас работает правоохранительная система. Ну, догадываюсь. Да. Но, по крайней мере, мы можем это вынести в публичную плоскость. Смотрите, есть Анатолий Бойко и комитет избирателей, который тоже занимается мониторингом активности депутатов, причем депутатов Горсовета и Облсовета. Эта технология настолько возмутила некоторых наших депутатов, что они претендовали на то, чтобы Бойко вообще не пускать на заседание Городского Совета. Больше того, в 16 городах, крупных городах областных центров Одессы, не Одессы, а Украины, эту методику заимствовали, и сейчас она получила широкое распространение. В таком плане вы можете похвастаться аналогичными результатами? Абсолютно верно. Меня так же самое не хотят пускать на сессии Городского Совета либо те же самые комиссии, которые я раньше регулярно посещал, регулярно описывал, регулярно как раз не позволял проводить те или иные миллионные махинации в Городском Совете. И опять же, если говорить про ту же самую карту антикоррупционную, ремонтив, то это уже не только в Одесской области. Но коль скоро вы с определенной методикой влияете или критикуете или разоблачаете антикоррупционную деятельность конкретных лиц, а это лица... Коррупционную деятельность, простите. Коррупционную, да, вы занимаетесь антикоррупционной, а не коррупционной деятельностью. Значит, то эти лица, по всей вероятности, должны предпринимать какие-то меры для того, чтобы эта информация не уходила в эфир. То есть они, например, не пускают вас на телеканалы, которые принадлежат им, а это большинство наших телеканалов. Они, скорее всего, будут пытаться вас или купить, или припугнуть. Вот если это есть, то ваша деятельность эффективна. А если они вас игнорируют и просто не пускают, это совсем другое дело. Это есть, потому что даже когда не пускают, а потом, допустим, пытаются договориться, когда, допустим, дело заведено, ну то есть разное происходит. Или там сайт могут положить, допустим. Ну то есть абсолютно разные примеры, но всегда происходит противодействие. Единственное, что мы сейчас все-таки в таком очень насыщенном информационном пространстве находимся, что что-нибудь в принципе утаить почти невозможно. Но можно ведь просто игнорировать. Ну вот, это, наверное, больше всего городской власти, допустим, и удается. Но я хочу сейчас сказать, что мы уже занимаемся не только проблемами, условно, там, города, но вот последний проект, который я проводил, это мониторинг ремонта, в качестве ремонта. Ремонт дорога. И мониторинг, да, 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 и мониторинг, в том числе, на коррупционные какие-то риски проведения, да, ремонта дорог у нас по Одесской области. Это в рамках поддержки программы развития ООН происходил этот проект. И вот в прошлом месяце поездили, мы где-то порядка 40%, 41,3, если быть точнее, объездили участков, которые уже были сделаны 100%, ну вот в период с 2016 по 2018 года. Посмотрели состояние этих дорог. Да, это государственного значения. И местного значения у нас та, которая 100% сделана, и уже даже был дополнительный договор на то, чтобы переделывать эту дорогу, это в районе сел Новоборисовка-Цебриковка, она одна, к сожалению. Ну и все остальные, которые так же самое делаются и в этом году должны быть сданы в эксплуатацию, местного значения, мы тоже объездили. Почему это важно? Потому что сейчас до этого была служба автомобильных дорог, которая была заказчиком, да, и контролировала подрядчиков на исполнение и устранение, в том числе, каких-то недостатков. А сейчас эти полномочия передаются на места. И пока вот это еще не сформировано, и важно обращать внимание, в первую очередь, почему именно 100% местных дорог, на качество ремонта местных дорог. И, как ни странно, некоторые участки, которые уже вот-вот должны, допустим, были быть сданы в эксплуатацию, ни подъезд к этой дороге не сделаны, ни найти этот участок, который где-либо, в принципе, ремонтировался, невозможно было. Появились немыслимые, непривычные для местного начальства суммы денег, которые еще не все распилены. Появились какие-то проекты, под которые можно эти суммы переписывать. Ну, еще туда. Появились новые участники, голодные, жадные, агрессивные. Это можно все вообще-то сейчас догадываться. Единственное, что мы знаем, что по тендерам, которые проводились, и можно вот смотреть по Прозоро, где-то 90, не меньше, чем 93%, имеют, нет, даже 96% имеют коррупционные риски. А где-то 97% в данном случае, ну, такие, что, как вам объяснить там, допустим, уже все договорено, и только 1,3% экономии, то бишь, есть два участника, по факту это можно говорить, что возможен сговор между участниками, вот, которые между собой разыгрывают тендеры. Но с прокуратурой вы на эту тему пытались говорить? Мы подключаем всех, кто может быть причастен к этим процессам, потому что первоначально мы что сделали? Мы провели анализ публичных закупок, в том числе выяснили то, что, ну, допустим, если половина сейчас выполняется, там, ну, в принципе, никаких изменений не произошло, половина договоров уже выполнена, где-то 9 договоров, в принципе, разорвано, это, кстати, вот, половина из них это где-то местные, дороги местного значения, где-то 15 договоров, это очень большая сумма, потому что я говорю, когда половина где-то сделана из, это где-то, допустим, 34, да, вот, а если 15 договоров продолжено, и ты выезжаешь на участок, который, по идее, вот-вот уже должен быть отремонтированный, а на самом деле, да, кот не валялся, и продлевают тендера, то так же самое это говорит о коррупционных рисках. Почему? Потому что в дальнейшем, когда будут проводиться дополнительные работы, это не было учтено в предыдущей тендерной документации, и можно еще туда включить какие-то суммы, да. Скажите, а в райцентрах не появились случайно большие массивы плиточной застройки? Вот плитки, которые покрывают половину Одессы, понятно, кто их производит и почему ему выгодно их производить. Я думаю, что этот плиточный бизнес в значительной мере должен перекидываться на более-менее знаковые районные центры, нет? Мы сейчас говорим про область, если говорить про Одессу, мы так же само исследовали этот момент относительно вот тротуаров, ремонта тротуаров, и у нас он где-то в два раза по факту стоимость вот этой самой дешевой плитки, которая старая Одесса. Да-да-да, в два раза превышена эта стоимость, и, понятное дело, там свои подрядчики. На самом деле, если говорить про Одессу, если говорить в принципе про ремонты, если смотреть на антикоррупционную карту ремонтов, то можно увидеть, что там всегда свои подрядчики, что один и тот же объект можно разделить, допустим, там на 13 объектов, даже там на 85 объектов для того, чтобы, допустим, один подрядчик, который свой, по факту, получил эти деньги. Здесь очень много юридической возни, очень много всякой казуистики юридической, за которой можно спрятаться. У них ведь опытные юристы работают. Ну, 96% без конкуренции у нас вообще в Одессе именно вот проводится. То есть ребята живут непуганными совершенно? Совершенно непуганными. Но если говорить про Одесскую область, если говорить вот про устройство тротуаров, что мы тоже смотрели, как раз мы обратили внимание, что очень часто в тендерной документации относительно ремонта дорог того или иного участка включается в том числе и обустройство тротуаров и там остановочных комплексов. А по факту мы можем этого в принципе не наблюдать. Вы понимаете, что вы вторгаетесь вообще говоря в чужое воровство, причем немилкое. Вы не даете людям красть, к чему они привыкли. Вы не боитесь? Если бы не бояться, то надо было как минимум, допустим, еще в 13-м году, когда, вот, кстати, поздравляю годовщину Евромайдана, как минимум Одесского, 22-го числа. Состоялось это действие? 22-го числа нас разгоняли. И вот глава на тот момент демальянса Алексей Черный тогда тоже был задержан. И вы были задержаны? Нет, нет, нет. Я так же самое, ну то есть физически препятствовал, ну и там, понятное дело, мне тоже наносили физические какие-то повреждения и, в принципе, нашим палаткам и так далее. Но в итоге задержаны были только Алексей Черный, еще представитель нашей организации, Славик Шкрепляк, да, и Виталий Устименко. Вот, и это были очень знаковые события, потому что вот с этого момента, по факту, начинался Евромайдан в принципе, потому что в Одессе с одной стороны, в других городах тоже, это было, как знаете, как точка отсчета. То есть, насколько нагло, да, насколько нагло, в принципе, себя вела местная власть на тот момент, потому что они не могли, не имели законных оснований нас разгонять. А по суду, вот, и мы ждали решения этого суда, решили разогнать, пригнали каких-то коммунальщиков, непонятно кто, в принципе, непонятно куда ушли вещи, которые они там тоже, типа, позабирали. Но просто это знаковое событие, потому что вот с этого, по факту, момента, и развернулся всеукраинский Евромайдан. Мы так же само поехали в Киев, там же на первом этапе мы тоже организовывали Евромайдан. Вы считаете, как пятилетнюю годовщину, как бы, торжества демократии? Я на самом деле не отмечаю, я просто вспомнил, что да, вот дата сегодня знаковая. Но я бы не сказал бы, что вот можно что-то сейчас отмечать. То, что вы надеялись сделать в ноябре 2013 года, сегодня, можно считать сбывшимся? В какой-то мере? В какой-то мере мы идем семимильными шагами, но идем вперед. И я хочу сказать, что... Семимильными или серепашьими? Я хочу сказать, что не надо расслабляться. И вот когда, допустим, тот же самый мой отец, который тоже участвовал в этих событиях, молодец, он ежегодно ходит по школам, рассказывает про события, там приводит в пример, в том числе и вот чем наша организация занималась, я насколько имел значение тогда, я не считаю, что это да, это для истории важно, но я не считаю, что это в принципе как такое, которое вот, ну вот мы тогда достигли и мы молодцы. Нет, сейчас, вот как вы видите, мы, допустим, продолжаем заниматься борьбой и антикоррупционной деятельностью. Сейчас все продолжается на самом деле. Я смотрю, что в горсовете в Одесском есть депутаты, которые представляют собой второе поколение депутатов. Их отцы были депутатами, сколько-то лет тому назад. И сейчас там такая поросла, юная выросла депутатов, куда более циничных, чем папы, и куда более коррумпированных, чем папы. И у вас тоже появилось второе поколение антикоррупционеров, которые тянутся за родителями, которых воспитали для борьбы с коррупцией, да? Получилось так, что ваш отец этим занимался и вы следом за ним. Да, и занимается до сих пор, на самом деле, тоже, вот мы, допустим, вместе, я так понимаю, будем заниматься вопросом летнего театра, потому что он, допустим, не закрытый этот вопрос. Все равно летний театр, территорию городского сада хотят застроить, и необходимо подавать иски, вот, но грамотные, да, с юристами, и мы вот к этому в том числе готовимся. Понятное дело, не только вот вместе, но и будем подключать, допустим, объединенную политическую платформу, то есть все партии, вот, допустим, которые наши... То есть правовая база у вас подготовлена? Да. Есть люди, которые этим занимаются? Да, то есть все только начинается по факту и только продолжается. Что с кадрами? Вас маловато вообще говоря. А? Вас маловато вообще говоря. Что с кадрами? И мы на это жалуемся не первой телепередачи, да? Потому и происходит объединение. Потому что если мы еще будем ссориться и делиться, несмотря на то, что нас мало, это факт, да, нас мало. Там больше даже, можно сказать, не по количеству людей или сторонников, даже лучше так говорить, а по количеству какого-то условно там ресурса, да, ну, кто сказал, что это их личный ресурс? Вот мы рассматриваем тот же самый бюджет, допустим, города. И, кстати, вот могу сделать небольшой анонс. С 1 декабря будет происходить каждую субботу школа местного самоуправления. То есть люди могут подаваться, обучаться. Я к чему? И вот там вот так же самое мы будем людей, которые вот активные и хотят что-то изменить, будем доносить, что есть наш общий бюджет. Он нам по факту всем, вот одесситам, принадлежит. Он не принадлежит какой-то коррупционной конкретной, да, структуре. Он не принадлежит депутатам. Да, поэтому мы и занимаемся вот этой вот расследовательской, допустим, деятельностью. И в том числе я же напоминаю, уже не только, если говорить в рамках города Одессы, но и, в принципе, по области. И поэтому, когда вы меня спрашиваете, что-то боятся, я хочу жить, на самом деле, в качественной стране, по факту, и в лучших условиях, допустим, в городе, и с лучшими дорогами. Насчет дорог, кстати говоря, это чуть ли не основополагающий фактор. Там же же не только больше всего денег тратится на ремонт и дорог. И воруется больше всего. Да, и воруется больше всего. Но и в то же самое время, дороги, это как один из основополагающих факторов, в принципе, развития городов и развития ментальности, в том числе. Дорога на Рени по-прежнему продолжает строиться? Вот, насчет дороги на Рени. И не нужно возвратить в Саакашвили, чтобы поднять тему? Продолжает строиться. Где-то половина, на самом деле, вот этих вот тендеров, которые мы исследовали, и участков, наверное, даже большинство, это вот участки на Одесса-Рени, там разные подрядчики, соответственно, и качество ремонта тоже разное. Больше всего, конечно, у нас выигрывает Росдорстрой в плане произведения ремонта. Должен сказать, что Росдорстрой – это предприятие, не чуждое руководству городского центра. Геннадию Леонидовичу, да, Труханову. То есть это конкретно, конкретно его аферированное к нему предприятие? Да, да, да. Но если смотреть по количеству основных каких-то недостатков, которые мы нашли, если это делить по подрядчикам, то где-то на третьем месте только будет, ну, в негативном рейтинге на третьем месте будет Росдорстрой. До этого есть, вот, допустим, я говорил, подрядчик «Меркурий-1», вы про этот подрядчик даже, про него даже, наверное, не слышали, потому что это подрядчик, который делал участок местного значения, вот там, где Новоборисовка и Цебриковка. Там вообще нет смысла, во-первых, начнем, ну, ладно, окей, заказчик, была служба автомобильных дорог, мы с ней общаемся, и, понятное дело, что был задан этот вопрос, там, относительно планов, и почему участок был между селами всего лишь 2,3 километра. По факту, ты выезжаешь на этот участок, едешь, он тебя уводит с грунтовой нормальной, более-менее дороги, а дальше едешь по разбитой, допустим, 17 километров дороги до непосредственно села Цебриково. Какой был смысл? А вы же понимаете, это миллионный тендер. Мало того, что тендер миллионный, так еще и там производились дополнительные работы, это еще дополнительное, соответственно, соглашение было. И после того, как там вроде как изъяны должны были быть исправили, они не исправили эти изъяны, потому что есть там наплыв, наплыв это вот когда, условно, проседание почвы, да, ну, в данном случае не только почвы, да, но и асфальтобетонного покрытия. И он привел, даже вот после вот таких вот ремонтов, привел, к сожалению, к трагедии. То есть была авария. Да, была авария. И вот это важно. Это вот на такое надо обращать внимание, потому что... Скажите, пожалуйста, а какие районные центры доминируют? В плане появились свои местные борцы с коррупцией? Мы это не исследовали. В каких районных центрах? В Измаиле? Мы это не исследовали, в каких районных центрах появились, ну, там, борьбы с коррупцией. Но есть какие-то люди, которые к вам обращаются, вы их просто знаете. Ага, я понял. Я так не делю. В принципе, есть активное население везде, ну, и в малых городах, допустим. То есть вы не пытались его как-то возглавить, объединить, помочь какими-то средствами, помочь идеологически, еще как-то? Мы можем помочь, консультируя, допустим, да. Мы можем помочь, мы можем помочь, то, что мы делаем, делясь инструментами, либо делясь опытом, в принципе. Так вот это происходит? Да, конечно, естественно. Если говорить даже насчет мониторинга дорог, я так же само говорю, вот у нас эта деятельность не заканчивается. Вот тем, что мы проездили, промониторили, передали информацию службу автомобильных дорог, подрядчики должны исправить, допустим, да, взаимодействуем с местными администрациями. Но и те люди, которые вот интересуют эту тему, они могут, допустим, на остальные, там, не знаю, 60% государственных дорог, да, государственного значения отремонтированных, посмотреть. По нашим примерам, найти те или иные недостатки ремонтов, да, и опять же обратиться к исполнителям, заказчикам. Могут обратиться, но сколько из них обратились? Вы знаете об этом? Это неважно, потому что они могут непосредственно к нам обращаться, мы можем быть ретросляторами. Сколько к вам обратилось? Пока что мы вот 20-го числа провели пресс-конференцию относительно вот результатов мониторинга по, ну вот, ремонту дорог Одесской области, и немного человек к нам обратилось. Вы знаете, после трагедии с Иваном Русси, я просто понял, что нужно больше заниматься все-таки провинциальными местными советами и постепенно создавать там фронт антикоррупционный. Если вы не будете говорить о местных органах самоуправления, вы останетесь такой маленькой столицей, внутри которой происходят какие-то процессы, а на периферии продолжается все тоже наглое воровство. Ну, я согласен, что нужно обращать внимание не только вот то, что творится у нас в городе Одессе непосредственно, да, и на то, что происходит рядом, потому что мы, к сожалению, только маленькая часть. Но вы фактически такой обком антикоррупционный, а областью в целом управлять пока не получается, да? Именно нам, но это нужно разговаривать с руководителем, допустим, областного отделения политической партии Димальян с Павлом Поломарчуком относительно непосредственно областных процессов. Я смотрю, что ваши лидеры ориентированы на поездки в Киев, а районные центры ориентированы на то, чтобы вариться в собственном соку. Нет, еще раз же говорю, что мы выезжали в область непосредственно, да, на места, и мы общались, вот если говорить про то же самое Цебрикова, да, Новоборисовку, мы на месте общались и с представителями районной администрации Великой Михаиловки. На моей памяти с районными активистами обходятся еще жесткие щенкуами. Я не знаю, честно, вот я так не сказал. Если говорить с точки зрения все-таки резонансности событий, то у нас в Одессе покруче будет все-таки. И я же говорю, на места мы выезжали и обращали внимание и общались, да, с представителями местных администраций и сельских советов, допустим, и так далее. Был эстонский предприниматель, который пытался что-то сделать в освободившихся песчаных вот этих районах, которые на юг от Одессы идут, до Измаила, и ему местная мафия не дала ничего сделать. Трагедия автоторбонара, где был избитый очень серьезно Иван Русев, доктор науки, правозащитник, известнейший эколог, да? Да, Иван Русев, который вместе с нами как раз... То есть случаи уже считай на десятки в разных районах Одесской области. Занимаетесь ли вы этим? Ну, у нас поскольку осталась одна минута, скажите, что... Я могу сказать, что, да, вы можете... Ну, просто это не совсем мне адресованный вопрос, вопрос, да, относительно по области. Я всегда контактен. Если ко мне обращаются с других регионов даже, возможно, да, за помощью, то я стараюсь... Юра, у вас есть лично переживаемый опыт борьбы с коррупцией? Да, я готов делиться, естественно, и я готов, и организации наши готовы к сотрудничеству, абсолютно. Я хочу сказать опять... Полминуты. Да, полминуты одесситам, да, и жителям Одесской области. Будьте активны. Вы, допустим, можете найти меня в интернете, Юрия Яченко, Димальянс, антикоррупционный офис. Либо можете, ну, в принципе, обратиться к подобным организациям, которые занимаются либо антикоррупционной деятельностью, либо активны у вас на местах. И старайтесь что-то менять, потому что если мы не будем обращать внимание на те или иные проблемы, то у нас, в принципе, ничего не поменяется. Надо заимствовать опыт, надо учиться для тех, кто имеет такой опыт. Да, 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 вот поэтому я же призываю. И так же самое, если говорить сугубо только про город Одесса. Да, мы говорим, что общественный бюджет это как один из примеров, да, вот разбазаривая время, извините меня, денег, но когда вроде бы дали одесситам принимать решение. Все равно есть этот инструмент. Поэтому сейчас до 4 декабря есть возможность обратить внимание на те проекты, которые поданы на голосование. Я уже публиковал относительно малых проектов анализ, за которые стоило бы, возможно, голосовать, за которые нет, исходя из того, что там есть, допустим, коррупционные риски. Так же самое опубликую относительно больших проектов, которые на полтора миллиона каждая информацию. Интересуйтесь, голосуйте, потому что все-таки важно ваше участие. Уважаемые телезрители, у нас в гостях был Юрий Дьяченко, который занимается организацией антикоррупционного офиса, руководитель городской организации партии Демальянс. Спасибо, приходите еще с позитивными новостями. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok